Что наша жизнь? Игра? Игра второго плана. Это ирония судьбы или ее привилегия? Игрок второго плана. Это половинь судьбы или ее заложник? Попробуем разобраться в этом вместе с вами на телеканале ВОД. Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире телеканала ВОД. Программа «Второй план». Я ее ведущий Анатолий Тукиш. Хочу поздравить всех с великим праздником нашей Родины. Праздником, который еще способен объединить поколения пожилых людей, ветеранов и молодежь. Это праздник великой победы над фашистской Германией. И я хочу искренне поздравить всех ветеранов, поблагодарить ветеранов за то, что они не только победили, но еще остались живыми. И являются примером для нас, для всех живых, здравствующих. Достойным примером, каким гражданин, каким должен быть гражданин и патриот нашей с вами Великой России. И в качестве подарка я пригласил сегодня вашего любимого человека, вашего любимого актера театра, кино и эстрады, великого мамочку. Да-да-да, того самого мамочку из кинофильма «Республика Шкит». Фильма, которому в этом году исполняется 45 лет. Встречаем Александр Кавалеров. Это рыбка, шляп! Неа! Он бы не попал! Это я! Лично! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! А где тебя взяли? Крыму. На курорте был? Ага. У нас все ребята с увлечениями. Ну, а ты что? Рисунок Черных. Да, Черных. Ты что, художник? Неа! Ах, да, ты же музыкант. Неа! Как, а баловайка? Красивая она. Красоту ценишь? Неа! А это Достоевский. Это Достоевский. Ты что, читал Достоевского? Читал. Преступление, наказание. Ну, а вообще книжки читать... Неа! Неа! Ага. Ну, а мечта у тебя есть? Мечта? Мечта. Мечта. Нажраться от пуза. Мама, заварите нам свежего морковного. Нажраться это понятно. Ну, а еще что-нибудь хочется? Скатерку сперить у вас. И скомстролить из нее рубаху красную. Шик! Шик. Так, все? Сбежать от седа. Вот какой у меня мечта. Можно войти? А? Чем же, кроме, естественно, торжественного ужина, отметим праздник? Танцами долб-паду! Спектаклем! Эх, япончик, спектакль! Даешь кабаре с борцами! Поступного позовем! Можно клонов рыжих из Сенезерии, а? Не, конечно, обойдемся. Можно силами Шкиды инсценировать войну и мир. Трех сестер поставить. А я сестер буду играть. И я. Классика. Это прекрасно. Но вам не хотелось бы что-нибудь более современное? Революционное. Ну, скажем, двенадцать. Лука. Вот это, пожалуй, можно. Прекрасно. Кто желает участвовать в спектакле? А я чуть-четку могу. А я вот сами умею свелить. А я песню знаю. Жалестную. У кошки четыре ноги. Позади у нее длинный хвост. Но трогать ее не моги. За ее малый рост, малый рост. Но трогать ее не моги. За ее малый рост, малый рост. Один артист вылупился. Мамочка не годится. Смыться может. Артистом хочу быть. Мечтаю. Ей богу, не удеру. Не уверен. Да, интересно. Скажи, Сань, а сбылась мечта, вот твоя вот мамочка, он говорит, вот главная мечта, первая мечта, от пуза наесться. Вот сбылась с того момента, ты как снялся в фильме мамочка. Я думал, ты про артиста спросишь. Я здесь спрошу, не волнуйся. То есть, тут написано, вот здесь, друзья мои, шпора, которую я вчера ночью выудил, сами знаете откуда, из интернета, да? Как и все. Вот здесь написано, что слава к мамочке пришла в три года, еще до, за четыре года до. Да какие четыре? Тебе семь было, мамочки? Мне было 14, когда мы начали снимать, а 15, когда мы закончили. Значит, за 10 лет, считай, да? Ну. За 10 лет. За 12. Ты прислала тебе слава, когда ты спел свой первый хит, который называется, на эстраде спел уже, называется, называют меня некрасивою, правда, женская песня, но вот спел мальчик Саша. Толя, это все очень просто, просто мама почти около 40 лет отдавала себя, это было тогда для души, не для денег, художественной самодеятельности, и она служила, как сейчас говорят, в русском народном хоре, я в доме слышал только русские народные песни, из какой ты думаешь песни я мог выйти на сцену, ясно, что с ней. Ну и есть тогда такой момент, для наших ветеранов. Ну, конечно, обязательно. Кидыш кидай, а песня есть песня, я попробую. Через столько лет. Называют меня некрасивою, так зачем же он ходит со мной? И в осеннюю пору дождливую Провожает с работы домой. И в осеннюю пору дождливую Провожает с работы домой. А вчера, расставаясь вечером, Уходить не хотел, Уходить не хотел ни за что, Чтобы я не озябла на плечи мне, Осторожно накинул полетом, Оттого я такая счастливая, Улыбаясь везде и всему. Если скажут, что я некрасивая, Если скажут, что я некрасивая, Не поверю я никому. Очень здорово, Сань, А вот смотри, когда ты попел, Кстати, а кто написал песню Про кошку, блюз этот? Композитор Слонимский, Сергей Михайлович. А тексты были в сценарии, Я не знаю точно, может быть... А Слонимский написал для фильма Или вы взяли из его какой-то... Специально для фильма Геннадий Иванович, Они долго работали, обсуждали, И Сергей Михайлович это все писал. Потому что она-то, видно, Она такая не просто кандовый там Квадрат или там простые Там три аккорда, да? Она такая, видно по канту, Что она, как седьмая симфония... Ты вот эти слова не говори! Слышишь, как седьмая симфония Шестакойся! Потому что я нот не знаю здесь! Так я сам нот не знаю! Ты профессиональный человек! Я сам нот еще не знаю! Но там так же, смотри... Плохо спел, неправильно! Даже я слышу! Ты же поправляй! Смотри, Саня! Поправляй! Вот смотри, да, ну выступил, да? Угу. Затем здесь вот черно-по-белому написано, Что ты проходил мимо Ленфильма, А в это время... Я не проходил! Неправильно! Снимали фильм «Балтийское небо»! Неправильно! Моя мама, кроме русского народного хора, Участвовала и занималась в народном театре! Тогда это был просто драм-кружок! И она играла в спектаклях! И там была такая удивительная женщина, Тамара Петрова, Которая на Ленфильме снималась массовки! И она приходит к моей маме и говорит, «Шура, так и так, на Ленфильме начинаются съемки Балтийского неба, Туда требуются худые дети блокадного Ленинграда! Отведили дитя!» Ты худой был, что ли? Ну здрасте! Нет, я сейчас толстый! Нет, стройный сейчас! Ага! Конечно же! Да я помню, когда меня матушка в 7 лет притащила на этот Ленфильм, Мне место уступали в метро, чтоб я присел, чтоб меня не сдуло ветром! На Ленфильме, говорит, сыночек, присядь! Я просто снимался в этой картине в массовке! Это было первое начало, я помню, зарплату! 5 рублей 50 копеек за два съемочных дня! Правда, получала мама! Вот с этого началось! Потом просто поставили на актерский учет! И просто вызывали! Были эпизоды, были озвучания, дубляж картин разных! И потом появилась просто Республика Шкит! Очередной вызов! Никакого блата! Ничего! Никак! Вот это уже серьезные фотографии! Тут уже как бы... Тут уже не надо к этому! И так я попал на Республику! И после этого все! Как бы жизнь появилась совершенно другой! Школа-интернат, в которой я учился! Я первые аплодисменты вообще в своей жизни получил не на сцене Кинотеатра Родина, в киноцентре ныне, а именно в своей школе-интернате! Вся школа, по-моему, туда... Группой ходила в Кинотеатр Родина смотреть этот фильм! Он шел три с половиной месяца с аншлагами! И на Новый год нам накрывали столы! Ну, чтобы Новый год как-то детям отметить! Там всякие разные фрукты, там еще что-то! И когда они уже пришел в школу, все это вечер начался! Меня вытащили на сцену, чтобы я спел эти у кошки четыре ноги! И я получил первые свои аплодисменты! А ты со Слоневски занимался над песней? Да я не помню, как это было! Да репетировался! Я не помню! Что там репетировать? Голос такой у тебя красивый! Как от Робертина Лоретти маленького! Ну да! Такой звонкий, чистый, хороший голосок! Толя! Я пел все... Весь репертуар Робертина в его тональности! Ноты, которые приходили в Союз! Такой был голос! Ну, у тебя учитель пения-то был кто-то? Да! Я учился в музыкальной школе при первом педагогическом училище! Да! Семенова Галина! Да! Галина, Галина, Галина отчество! Сейчас уже не помню! А Леонова Галина Семеновна! Вот! Не надо путать такие вещи! Да! Действительно! Я сцачковал сольфеджио! Я был хулиганом! Я вообще в Невском же районе родился! Как бы это ж! Один из хулиганских чудных районов! Правда, друзья еще остались какие-то как-то в связи с возрастом! И все это! А потом! Как это все произошло! Как эти песни появились! А вот что было! На кинопробах! Я же не пробовался на мамочку! Я пробовался на Савушку! Который просил хлеб у этого гада слоеного! Который воровал хлеб у всей Шкиды! Поскольку я был худой! Подожди! А как вы? Вот вы нормально жили пацаны! В интернате играли в футбол! Там хлеб разгружали на лошадь, когда привозила! Я почему рассказывал? Потому что я сам интернатский! И мы любили там горячий хлеб! Когда нам привозили разгружать! Там с ящиков! И обязательно там 3-4 буханочки себе! Хороший! Сейчас уже такого белого хлеба нет! И вы играли! И вдруг вам кто-то вызывает директор! Так! Ну-ка отстроиться все! Сейчас приходил режиссер! Ничего подобного этого не было! Как ты узнал, что надо идти на лошадь?